здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу поделиться с вами эмоции от ароматов которые я разнашивал в течение нескольких недель если вас интересуют бренды которые вы сейчас видите на своих экранах оставайтесь со мной такая возможность у меня появилась благодаря светлане светлана огромное вам спасибо светлана коллекционер любитель парфюмерии у нее большая замечательная коллекция в которой есть и редкости и снятости все ароматы выставлены на страничке instagram когда я посетила ее страничку я получила эстетическое удовольствие и конечно же мне стало стыдно за свою страничку instagram в общем светлана огромное спасибо за представленную возможность без вас это видео не состоялось бы ну я думаю пора начинать начать я хочу аромата дома николев аромат который я заказала светланы называется red edition это парфюм ноты которого я выставлю на экране так мне кажется будет удобнее этот парфюм сразу же сразу же поразил меня своей густотой насыщенностью и классическим звучанием это действительно классический аромат чувствуется старая школа этот парфюм содержит ноты вишни я слышу там вишню подвяленную не ярко выраженную я люблю вишню в парфюмерии поэтому для меня это очень было важно даже немного пьяную аромат как я уже сказала густой насыщенный и на мой взгляд шершавый может быть я неправильно выражаюсь так я называю шипровые ароматы для меня это мягкий фруктовый шипр хотя в описании не сказано о том что аромат шипровый в этом парфюме заявлены ут и пачули вполне возможно ут и пачули так играют на коже и дают такую легкую шепринку ну надо сказать что такого явно уда я здесь не слышу аромат статусный аромат как мне кажется взрослый не в том смысле что его должна носить какая-то определенная возрастная категория а то в смысле что он заставляет выпрямить спину дает некую такую осанку и взрослость то есть это фруктово цветочный аромат который никак не назовешь компотом или каким-то легкомысленным мне кажется что этот парфюм для холодного времени года это красивый породистый взрослый классический парфюм вот я так услышала аромат радишем от николев следующий аромат называется амбре азури и бренд мне был незнаком к моему конечно стыду я видела эти флаконы но никогда не интересовалась что это за бренд и не знакома ни с одним представителем этого дома парфюмерного этот аромат понравился мне вот просто с первых нот он мне что-то напомнил даже не одно что-то из детства что-то из девяностых я точно не могу сказать что ну вот знаете как бывает встретишь старого друга вот приблизительно такое ощущение этого аромата достаточно насыщенная пирамида но при этом он звучит очень легко и позитивно чувствуются водные ноты они как бы размывают и по композиции поэтому он летний позитивный легкий и я точно знаю что я бы хотела такой аромат вот на лето это самое то я бы с удовольствием купила этот аромат и если я где-то встречу этот парфюм то я его конечно куплю без затеста потому что такой парфюм мне определенно нужен это позитивный летний легкий аромат при том что непримитивный и непростой вот такой интересный парфюм огромное спасибо светлана за знакомство с новым ароматом следующие два аромата это пределик маль конечно я хочу поселить у себя в коллекции маленького маль а может быть не маленького может быть большого я ищу свой идеальный май но пока этого не случилось и честно говоря руки почесывается купить аромат вслепую но вот когда я разнашиваю я понимаю что этого конечно ни в коем случае делать не надо ну я об этом расскажу буквально через несколько минут первый аромат это канал флауэ парфюм который не понравился вот как только я поднесла его из флакона услышала не нанося на кожу я услышала что этот аромат содержит туберозу и еще какие-то ноты у меня здесь специи слышатся в общем аромат прекрасный его кстати создатель доминик рапион и парфюм в общем конечно шикарно что там говорить как только я наношу этот аромат на кожу вот этот вот остренький эвкалипт который в начале очень четко слышится мне очень быстро согревается усаживается на кожу и на первый план выходит тубероза туберозище туберозные ароматы не люблю я с удовольствием ношу такие парфюмы но это тубероза для меня оказалась очень энергетически сильной вот она меня подавляла честно говоря даже не ожидала потому что я могу носить тяжелые ароматы и гораздо более тяжелые но вот я чувствовала какое-то давление надо сказать что она здесь стервозненькая я конечно бы оценила аромат на женщине которая прошла помимо я бы вдохнула шлейф и поняла что это аромат породистый дорогой когда разнашивать парфюм пришла к выводу что я люблю туберозу я люблю когда она обыграна когда она как-то завуалирована другими нотами она играет безусловно свою партию но не солирует не лидирует так ярко вот наверное в этом причина аромат конечно красивый их аромат ирис пудре фридерик маль на этот парфюм я оставила наверное самую большую свою ставку я люблю это направление люблю ирисы люблю пудру люблю фиалку и конечно я рассчитывала на этот аромат да что там говорить я хотела его приобрести вслепую если честно и хорошо что я этого не сделала аромат бесподобный это мягкость это женственность это чувственность вот во вслаконе я нанесла этот аромат на кожу дала послушать мужу и он сказал что он слышит запах дорогих уходовых средств ну собственно то что я и ждала этого аромата но на кожу получается он сел хорошо красиво а вот обоняние мое моему большому сожалению выхватывает какую-то ноту я не знаю что это думаю что альдегиды потому что все остальные ноты прекрасно на меня садятся и я люблю я не хочу даже вдаваться дальше в подробности потому что с этим я поделать ничего не смогла по причине того что я слышу ритуальные цветы в этом аромате и тут уже конечно не в химии даже кожи дело а если твое обоняние выхватывает какие-то ноты с которыми ты не можешь жить то то конечно тут уже наверное просто это не твоя история ну те на кого этот аромат сядет а мне кажется он судится на всех но те кто слышит этот аромат правильно эти альдегиды не дают то что слышу я радуйтесь потому что аромат это конечно чувственность и женственность во флаконе и последние три ароматика которых я хочу рассказать это ароматы от а вы коллекшн кристаллы с некоторыми кристаллами я уже знакома голубой кристалл продолжаю разнашивать иночка спасибо все-таки стараюсь себя приучить вот этому йодистому послевкусил который я слышу в голубом кристалле расскажу почему мне нравятся ароматы от арк коллекшн серия кристаллы во первых у них потрясающая стойкость правда стойкость выше всяких похвалов когда я разнашиваю эти ароматы то кристаллы от арк коллекшн пережили и фридерик эмаль и николеф и еще ароматы другие которые я тестировала параллельно то есть стойкость вне конкуренции мне нравится эти ароматы тем что вот то что заявлено в пирамиде абсолютно то считывается при носке каждую ноту в свое время и это мне интересно по крайней мере и еще одна немаловажная деталь у этих ароматов прекрасная стоимость за отличное качество это мне кажется тоже не последний фактор который работает в их пользу да некоторые ароматы напоминают бестселлеры но за те достоинства которые только что перечислила этот грех можно простить итак начнем с красного кристалла red crystal от арк коллекшн как я уже сказала все заявленные ноты считываются в начале слышно бергамот апельсин если я не ошибаюсь я даже не заглядываю в пирамиду и красное яблоко наверное поэтому этот парфюм назвали red crystal только я даже не сколько яблока слышу сколько кожуру этого яблока яблоко переспевшие уже немного жухлая даже иногда мне слышалось сухофруктность в этом аромате аромат абсолютно универсальный на все сезоны на все случаи жизни я не являюсь большим любителем яблочных нот но если кто любит то парфюм этот просто идеальный на каждый день вот так бы я сказала мне было очень интересно его разнашивать потому что ни одна нота не мешала не выпирала и как я уже сказал потрясающая стойкость следующий аромат это мускусный пристал в этом аромате совсем немного но и здесь мускус белорубашечный абсолютно нечувственный и асексуальный это мускус для работы для каких-то правильных решений как я уже сказала мускус белой рубашки в нем есть нота мускатного ореха и она здесь очень тонкая и приятная я не являюсь большой поклонницей ноты мускатного ореха но мне здесь она нравится и она не дает этому аромату скатиться в мыльность или в стиральный порошок она как будто бы на красную ниточку нанизывает все ноты и держит аромат на мой взгляд этот аромат подойдет и мужчинам и женщинам это для офиса для работы строгий мускус очень универсальный также аромат и и третий кристаллик это заран кристалл аромат древесный белоцветочный в нем также слышны древесные ноты на мой нос это светлая древесина прохладная потому что ветивер как-то вот делает ее прохладной и влажной на мой взгляд этот аромат имеет белые цветы однозначно они здесь слышны и капля меда вот как только я нанесла этот парфюм он сразу же мне показался очень похожим ну конечно я очень быстро сообразила что он мне напоминает на мой первый классическую версию эти ароматы это просто одна песня спетая разными голосами я делала параллельные затесты они звучат один в один то есть тем кому нравится и абсолютно точно понравится аромат флораль кристалл от отар коллекшн для меня это ароматы взаимозаменяемые определенно обязательно я хочу поселить у себя один кристаллик все мне не нужны но один у меня точно поселится вот только определюсь какой и обязательно приобрету потому что мне понравилось мне понравилось с ними проводить на этом я заканчиваю свой короткий обзор я еще раз благодарю светлану за доставленное удовольствие разнашивать эти ароматы а всем остальным я желаю огромного счастья и гармонии оставайтесь со мной пока